Всем привет! С вами Андрей Сонар. И сейчас я иду на один из ближайших водоемов, чтобы проверить наличие там окуня. Говорят, там окунь появился, а вроде и не было его там. Ну, короче, посмотрим. Но самое главное, я сейчас отвечу на вопросы, которые вы задавали в комментариях к предыдущим ответам на вопросы. Вопросы накапливаются быстро, и чтобы опять не делать длинные получасовые выпуски, я буду отвечать на ваши вопросы более оперативно. Подхожу к водоему. Местное название его Лимпопо. Или просто пруд на Ольге Форж. Тут есть разная рыба, но то, что здесь появился нормальный окунь в количестве, это для меня новшество, и я это дело хочу проверить. Не буду терять время, начну собирать по крафт. Ну вот, лодка готова к выходу. Все уже настроено, отлажено. Это, кто не знает, фишпакрафт Танк Лайт, сделанный из ТПУ ткани. Легкий, прочный, двухсекционный и очень вместительный. Ну и, конечно, установлен мой любимый стабилизатор. Как тут без него? Стабилизатор я очень люблю. Спиннинг Crazy Fish Ibisu. Тестом от 0,6 до 3 граммов. Супер ультралайтовый. И, естественно, с супер ультралайтовой катушкой Dive Lovies. Сплошенный ультралайтик. Ну все, потащил лодку на воду. Даже не знаю, куда идти. Не ловил тут уже сто лет. Так, доловил, а куней тут не было. Так что, где их искать, я не знаю. Ну, попробую вдоль тросты, что ли. Правда, ветер очень сильный. Будет ветром сносить. Но я взял вот такую штучку. В водоемы со стоячей водой. Она может очень-очень сильно пригодиться. А что это за штучка? Это плавучий якорь. Он же якорь-парашют. Вот он там в воде заглублен. Веревка натянута. И я фактически стою на месте. Темнеет даже более стремительно, чем я предполагал. Поэтому лучше сначала я отвечу на ваши вопросы. А потом уже займусь рыбалкой в оставшееся время. Итак. Сразу предвижу вопрос. Почему у тебя такие странные очки, в которых только одно стеклышко? Дело в том, что мне очень с очками не везет. И за этот сезон я уже не одну пару то утопил, то раздавил. Это последнее, что у меня осталось. Но, как оказалось, такая конфигурация вполне удобная. Потому что позволяет контролировать одним глазом без всяких фильтров. А вторым глазом смотреть через толщу воды без бликов вполне так удобно. По крайней мере, этот сезон можно уже в этих очках доходить. Да, еще одни очки у меня темные дымчатые есть. Я просто их не люблю. Вот желтые у меня действительно все кончились, мои любимые. Обещал фиш-версию Авроры. Занимаетесь? Когда примерно ожидать? И когда примерно ожидать фиш-каяк Эва из ТПУ? Блин, и лэшечку тоже надо. Сам вроде же рыбак. И знаешь, что повыше сидеть и ловить гораздо удобнее. А на какое-нибудь болото фиш-каяк Эва длиной 3,80 тащить контрпродуктивно. А про веслые насосы или, может быть, другую амуницию, считаю, вам надо отдельные видео записать. Ну, отвечу с конца, видео про насосы и весла могу записать отдельно и запишу. А что касается легких лодок, да, мы их сделаем. И даже вот этой осенью они уже, скорее всего, выйдут. Я сам хочу. Мне, например, очень самому хочется лэшечку опробовать. Мне очень хочется опробовать и фиш-каяк Эва из ТПУ. Так что я думаю, скоро уже все это дело будет. Да, подумайте о производстве тентов с люверсами и с возможностями крепления к палаткам. Подумаем, подумаем. Швейка у нас отдельно от оклейки сварки, так что займем ее отдельно. Расскажите подробнее про разрабатываемую грибную скоростную лодку с Транцем. Сравните ее с Вега-2. Очень интересно. Наверное, речь идет о той лодке, которая грибная на базе Веги. Значит, смотрите, что это такое. Это баллоны будут идти той же структуры, как у Веги, только они будут других размеров, другого кроя. Сзади вместо заднего штевня будет стоять поперечный треугольный Транец, но общая форма лодки будет как у традиционных стеклопластиковых лодок. Не думаю, что эту лодку мы так моментально сделаем. Она сложная, но тоже ждите. Я думаю, сильно долго ждать ее не придется. Так, чтобы понять, что это такое, посмотрите на Вегу. Расширьте ее в средней части. Вместо заднего штевня, прикиньте, Транец. А высоту борта увеличьте. Вот это и примерно получится та самая лодка. Здравствуйте! Посоветуйте весла для Веги. Я новичок без опыта. Буду брать в следующем месяце Вегу. И хотелось бы узнать про весла. Скажите, пожалуйста, Фиштрон. Он удобнее, чем штатные сидения на Веге? Вы название последнего весла в обзоре не назвали. Назовите. Вот. Можно следовать точно тому обзору. Про весла я рассказал. Все они подойдут для Веги. А ссылка на последнее весло в предыдущем обзоре будет в этом описании. Смотрите внизу. Что касается Фиштрона. Да, я считаю, Фиштрон это вообще самое удобное сидение для байдарок. Подходит практически для любой байдарки. Всячески рекомендую. Советую. Единственный его минус. Оно дорогое. Потому что Аэрдек очень дорогой материал. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее про Пакрафт Аврора. Как ведет себя в сравнении со спутник 1У. Как ведет себя с загруженным Тизипом в носу. Какая парусность в различных условиях. Очень мало информации про этот Пакрафт. А модель кажется очень интересной. Спасибо. Модель действительно очень интересная. Это уже по ходовым качествам не Пакрафт, а полноценная байдарка. Он быстрый. Я делал по нему небольшой обзорный ролик летом. С загруженным Тизипом я лично не ходил. Ничего не могу сказать. Но я думаю, идет он хорошо. По поводу парусности. Ну, поперечная парусность у него значительная. Но у него есть одно отличное свойство. Он из-за своей конструкции носовых вот этих оконечностей. Он разворачивается относительно ветра очень комфортно. Нет такого, что его будет резко-резко сносить в какую-то сторону. Но рыболовную версию мы пока не выпустили. Но выпустим. Ждите. Про щукарь с самотливом и варвар. Имелось в виду, что у варвара пельмень НДНД. Слишком выступает низко. И цепляет за подводные препятствия. Также из-за выступающего надувного дна остойчивость варвара низкая. Щукарь изначально плоскодонный. Соответственно, более остойчивый. Вероятно, вкладное НДНД и самотливый на щукаре могли бы решить вопрос с низкой остойчивостью варвара. Экшен по своим обводам вряд ли сравнится по скорости с щукарем и варваром при гребле на гладкой воде. Поэтому не рассматривался. Вот по поводу последнего это зря. То, как лодка выглядит снаружи, то есть то, что она вот на сектора такие разбита, это не имеет совсем никакого значения, если она на воде. Потому что когда она на воде, надо смотреть на что? Правильно, на ее ватерлинию. А ее ватерлиния и погруженная в воду часть ничуть не хуже, чем у, допустим, щукарей. Может быть, он чуть-чуть пошире. И скорость, может быть, чуть-чуть поменьше. А так-то по ходовым характеристикам у нее все хорошо. Что касается плоского днища и самоотлива на варварах. Соответственно, если сделать на корпусе варвара такой вот самоотлив с прямым плоским донышком, то грузоподъемность такой лодки будет очень-очень небольшой. И, скорее всего, это вам не понравится, если вы не любите сидеть в лодке с мокрой попой. Так что самоотлив на плоском донышке однозначно нет. А что касается самого вот плоского донышка, этот вопрос, конечно, можно рассмотреть, но лучше в этом ключе рассмотреть байдарку экшен. Вот она как раз имеет донышко, очень хорошо адаптированная, плоская, и может выпускаться как самоотливым и без. И по скоростным характеристикам она очень-очень неплохая. Советую обратить внимание на нее. О, какой эмоциональный вопрос. Даже не вопрос. Ура! Наконец-то заговорили про узкую скоростную вариацию на тему веги. Как давно я про это просил. Услышали? Спасибо. Когда ждать первые воплощения? Предлагаю назвать ее. Альфа, стрела, пестофета, марафон, кросс, рейс. Ну, то, что мы ее сделаем, это точно, но ждать ее в ближайший месяц-два, наверное, все-таки не стоит. Скорее всего, мы будем заниматься ей зимой, отдыхая от авральных летних заказов. И к следующему сезону мы ее выпустим. Насчет названий «Учтем» запомним. Андрей, толку вам в личку писать? Ни на одно сообщение не отвечаете. А «Турист-3» хорошая лодка. Товарищ до сих пор юзает. Ну, я не знаю, куда вы мне пишете в личку, но... Вконтакте не видел, в ватсапе не видел. Значит, куда-то не туда пишете. Так бы ответил. А «Турист-3» это вот одна и та же родословная ЛЭШик. «Турист-3» лодка действительно хорошая. Вот все-таки иногда умели в советское время хорошую форму лодки сделать. Можно ли у вас на щукарь установить транец под мотор? Значит так, боковой транец под мотор можно установить только на большие щукари, которые 380 и больше. На щукарь 340, 310, понятное дело, боковой транец это будет только во вред. Можно будет с этим транцем очень легко кельнуться. И поэтому вообще категорически не советую. От 380 и выше. Пожалуйста. Транец устанавливается, как на все другие байдарки такого вот размера. Возможно ли на Крахаль установить съемный транец под обычный навесной мотор? Вы бы еще на детский надувной круг мотор бы решили поставить. Крахаль очень маленькая лодочка. Я не представляю, какой маленький моторчик нужно поставить туда, чтобы было все гармонично. Там нету ни места для того, чтобы управлять мотором. И сама лодочка будет вести себя под установленным мотором непредсказуемо. В общем, забудьте про эту идею. Идея нехорошая. Не надо. Почему на фишкаяк ЭВА опционально прописаны выносные уключены, а не обычные, которые ставятся прямо на борт? Фишкаяк ЭВА, как и другие фишкаяки, они имеют высокорасположенное сиденье, которое находится прямо по уровню верха борта. Соответственно, грести уключенными, которые установлены прямо на борт, не получится, потому что весла будут упираться в коленки. Это был пакрафт, где я сижу на половине высоты баллона и имею еще 15 сантиметров. То тут я могу грести парными веслами, хотя уже и так видно, что большого запаса нет, и ножки выпрямлять придется. О, успел. Уже почти стемнело. На вопросы я ответил. Надо быстренько еще чего-нибудь половить, хотя я, наверное, вряд ли успею сейчас какую-нибудь рыбу найти. Ну, все для вас. Ответил на вопросы очередные. Задавайте еще вопросы. Я их очень люблю. Можете задавать в группе ВКонтакте Тайпериаловской. Можете мне на канале задавать. С вами был Андрей Сонар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok